Определены победители областного грантового конкурса проектов и программ, направленных на профилактику детского и семейного неблагополучия. Лучшие проекты за 2013 год выбраны в четырех номинациях. Каждый из нас с вами чувствует, что этот замечательный грантовый конкурс инновационных социальных проектов – это по существу тренинг личностного роста. Данный конкурс Минсоцполитики региона проводит второй год в рамках реализации целевой программы «Социальная защита населения и социальная поддержка инвалидов» Свердловской области на 2011-2015 годы. В этом году в конкурсе приняли участие 54 центра социальной помощи семье и детям. В финал вышло 12 проектов. На заключительном этапе презентовали 7, из них победителями стали 4. И первое место занял проект «Семья и дети» Центра социальной помощи семье и детям Артемовского района. В номинации «Профилактика детского и семейного неблагополучия и социального сиротства, в том числе жестокого обращения с детьми». Второе место проект «Бригадный метод обслуживания в отдельных сельских территориях» Реабилитационного центра Ленинского района Нижнего Тагила в номинации «Ранее вмешательство и социальная поддержка семей, воспитывающих детей инвалидов, находящихся в социально опасном положении». Третье место проект «Организация работы с семьями и несовершеннолетними, оказавшимися в социально опасном положении». Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Тугулымского района в номинации «Профилактическая работа с семьями, находящимися в социально опасном положении» и «Социальная реабилитация подростков, находящихся в конфликте с законом». Каждый победитель получил в подарок резограф, фирменный сувенирный комплект Минсоцполитики региона и почетный диплом. Работу оценивала компетентная жюри, которая учитывала актуальность и социальную значимость программных мероприятий, использование инновационных социальных технологий, моделей и методик для достижения целей и задач программы, наличие системы индикаторов, то есть показателей оценки эффективности реализации программных мероприятий. А начиналось все практически с нуля. 11 февраля 2002 года было принято решение о создании реабилитационного центра. Сама по себе реабилитация и любое учреждение социальное, она включает несколько профессий. У нас работает 17 видов профессий. И все 10 лет назад, а это было в июне, 19 июня заведены были первые дети из Трифоновского приюта. И вот 19 видов профессий было объединено под одним зданием. Первые годы, наверное, сотрудники сами не очень понимали, чем они должны заниматься. И вот такая методичная, какая-то технологичная работа началась с 2003 года, когда это стало муниципальное учреждение Центр социальной помощи семье и детям. Добавим, что сначала в Центре работало чуть больше 20 человек, а сейчас там больше 100 специалистов высококвалифицированных, и их средний возраст составляет 36 лет, чем руководство очень гордится. За эти годы больше полутора тысяч детей получили заботу и поддержку, и судьбой каждого интересуются, и если надо, помогают. Проект «Семья и дети» работает уже 5 лет. Его главной задачей является минимизация затрат клиента и максимальное приближение социального обслуживания для него. Проект очень продуктивен для сельских территорий. Их в Артемовском районе насчитывается 12. Участковые специалисты Центра социальной помощи семье и детям Артемовского района сами выезжают в села и деревни, выявляют неблагополучные семьи и составляют социальные паспорта. А затем рассказывают, где и какие меры соцподдержки может получить семья. В настоящий момент 83 семьи находятся под патронажем Центра.